Чувашский кинематограф не часто радует нас стоящими картинами, но по-настоящему качественные не остаются незамеченными. Краткометражный фильм «Юман», снятый нашей землячкой Еленой Рябсовой, уже получил высокую оценку не только зрителей, но и именитых режиссеров. В основе фильма лежит реальная история бабушки, которая очень скучала по своему сыну. Ее Елена встретила в одной из экспедиций по Чувашии. Трагическая судьба помогла режиссеру снять картину, трогающую до слез. Фильм задумывался как история о современном поколении, о молодежи, которая часто не хочет брать на себя ответственность. Это глубинное такое. Про студента, который едет собирать фольклор и попадает к бабушке «Хведусь», она молчит, ему нужно выпытать из нее информацию. Вот такая завязка. Проект короткометражного фильма «Юман» в апреле прошлого года выиграл питчинг в рамках Всероссийского форума «Время кино в Казани». Тогда он получил финансовую и продюсерскую поддержку. В фильме задействованы известные чувашские актрисы Нина Яковлева и Вероника Айги. Часть съемочной группы Елена привезла из Москвы. Съемки проходили в Маргаушском районе в течение недели. Чтобы передать атмосферу и быт чувашского народа, автору в буквальном смысле пришлось оживить музейные экспонаты. Я там ношу национальный свадебный костюм, который весит очень много килограмм. Там серебряный головной убор, серебряная монета, он аутентичный, настоящий. Это было огромное удовольствие для меня, но для меня это чуть больше, помимо актерского любопытства и человеческого, для меня это еще связь с папой. Режиссер и сценарист фильма свою новую работу планируют отправлять на российские и зарубежные фестивали. Ранее два ее короткометражных фильма «Принять удар» и «Вера и сомнения» участвовали во многих показах и фестивалях как в России, так и за рубежом. Чувашский зритель сможет еще раз посмотреть фильм «Юман» в мае этого года. Татьяна Филатова, Мальвина Петрова, Борис Андреев, «Республика». Мне пора.